Всем привет! Меня зовут Лиса и мы с вами находимся на YouTube-канале, где я рассказываю про то, как выходить на маркетплейсы, увеличивать продажи и усиливать себя на маркетплейсах. В прошлом видео я с вами поделилась воронкой денег на маркетплейсе, рассказала про заказы, выручку, перевод на расчетный счет, какие расходы мы вычитаем, чтобы в итоге получить чистую прибыль и какую-то часть этой чистой прибыли забрать себе. Сегодня мы с вами подумаем вместе, что мы можем сделать для того, чтобы в принципе на прибыль повлиять и желательно в положительном смысле, то есть каким образом ее можно увеличить. И на самом деле, не буду делать какие-то сверхсложные расчеты, на прибыль можно повлиять несколькими способами. Можно либо увеличить количество, либо снизить расходы, либо увеличить выручку. Давайте я вот сюда вернусь, чтобы у меня было немного места для того, чтобы пописать. На самом деле, опять, как я говорю, все достаточно просто, и об этом будет говорить любой аудитор, любой человек, который занимается увеличением прибыли, выручки и так далее. Все сводится к формуле. Вот у вас есть выручка, давайте, это R я пишу как revenue, revenue, выручка. И эта выручка у нас состоит из чего? Это цена товара, умноженная на количество проданных товаров. Вот таким образом, в принципе, все и считается. То есть, если у нас выручка, это количество, это цена, умноженная на количество проданных товаров, мы можем легко с вами понять, что чтобы увеличить, давайте здесь напишу, давайте R, P на Q, что чтобы увеличить выручку, нам нужно увеличить цену, увеличить количество проданных товаров. Все достаточно просто. Но, если мы говорим про выручку, выручка это, грубо говоря, одна часть, мы с вами говорим про прибыль. А что такое прибыль? Прибыль это вся выручка, выручка, вся выручка минус все расходы. Не будем сейчас вдаваться в подробности того, что расходы бывают разные и так далее. Мы понимаем, что чтобы нам увеличить прибыль, нам нужно увеличить выручку и снизить расходы. Как мы говорили, чтобы увеличить выручку, нам нужно увеличить цену и увеличить количество проданных товаров. Чтобы снизить расходы, нам нужно понять, а что у нас в расходы вообще входит, чтобы понять, собственно, что нам уменьшать. Я сейчас сотру, это все ускорю, и мы с вами вернемся к рассуждениям о расходах. Возвращаемся с вами к рассуждениям о расходах. В прошлом видео мы с вами тоже говорили, какие расходы бывают. Бывают расходы переменные, бывают постоянные. Переменные расходы это все расходы, которые относятся к тому количеству товаров, которое было продано Например, это упаковка, например, это комиссия, стоимость логистики и так далее Еще есть расходы, которые возникают у вас на предприятии Например, это зарплата бухгалтеру, зарплата вашему менеджеру Либо процент менеджеру, который вы платите в зависимости от чего-то, в зависимости от какой-то сделанной работы У вас есть расходы, связанные с маркетингом У вас есть расходы, связанные, например, с арендой и так далее То есть мы возвращаемся к логике какой, что чтобы нам увеличить прибыль, нам нужно увеличить выручку и снизить расходы. Именно с этой точки зрения, в принципе, этой точкой зрения руководствуются компании, когда они пытаются порезать косты, это так называется. То есть максимально повлиять на расходы для того, чтобы их снизить, чтобы конечная прибыль была большой. Потому что тоже, что нужно понять, что важна не выручка, не важны заказы, а важна именно чистая прибыль собственника, либо какой-то процент, который вы забираете. Поэтому, чтобы мы могли посчитать, как мы можем повлиять на прибыль, мы с вами, конечно же, переходим в волшебный Excel на компьютер. И на самом деле я обожаю использовать Excel во всех местах, где его можно использовать для того, чтобы что-то посчитать. И здесь я наглядно вам буду показывать, что просто изменив один параметр ваших расходов даже на 5%, мы достаточно значительно влияем на итоговую прибыль. Итак, давайте посмотрим на самый первый вариант. Это, грубо говоря, такой статус квота, то есть ваша текущая ситуация, которую мы часто никак не пытаемся проверить, а все ли окей или можно что-то подкрутить. Итак, смотрим. Предположим, что себестоимость товара 350 рублей. Кстати, я взяла для примера набор полотенец, взяла абсолютно рандомный какой-то набор полотенец, который сейчас уже стоит немножечко меньше, но неважно. И я брала эту информацию из МПСТАТ, то есть я смотрела процент выкупа отсюда, примерные цены и так далее. Себестоимость я просто прикинула. Итак, предположим, что себестоимость 350 рублей, упаковка этого товара стоит 20 рублей и цена продажи 1400. При этом комиссия 19%. Новый адрес комиссию можно посмотреть в личном кабинете. Если вы не знаете, где это посмотреть, напишите, пожалуйста, внизу, и я вам скину файл. Только напишите, пожалуйста, еще, как найти вас в Телеграме. Комиссия на полотенце 19% и процент выкупа примерно 91%. Где я это посмотрела, тоже зашла в МПСТАТ, и вот здесь выкуп, мне написано 91,2%, а с учетом возврата 93%. Ну, кстати, можно было тоже поставить 93%. Это средние значения по всем полотенцам. Дальше я прикинула, что стоимость логистики до склада, либо до фулфилмента стоит 10 рублей на единицу товара. И дальше уже логистика до клиента стоит примерно 116 рублей. Откуда я взяла уже 116 рублей, я открыла на Вайлберрис калькулятор тарифов, вбила те данные, которые внутри карточки товара указаны по габаритам, и получила вот такую стоимость из коледина. Коледина? Из коледина. Дальше мы предполагаем, что так как у нас процент выкупа 91%, то, собственно, логистика у вас будет стоить немножечко больше. Почему? Потому что будут какие-то случаи, когда товар возвращается назад. Как я это посчитала, я просто разделила стоимость логистики за один раз на процент выкупа. Дальше в случае возврата платится 33 рубля. Хранение на фулфилменте стоит, например, 25 рублей. Можно ставить любое значение. На самом деле, опять, абсолютно не важно, главное понять логику. Налог мы платим 6%, в этом случае наша прибыль составила 517 рублей, с маржинальностью 37%, и все, изменение маржи от исходного у нас всего лишь 0%. И дальше мы начинаем с вами играть. Я обожаю играть, особенно с цифрами. Что мы с вами делаем? А давайте прикинем, что вы договорились с производителем и сказали, слушайте, вот мы уже столько продаем, или мы еще столько не продаем, а сколько нам нужно продавать, чтобы вы нам уменьшили себестоимость на 5%. Что мы закупали у вас подушку не за 350 рублей, а за 333 рубля, или 332 рубля. В принципе, для производителя, если он вас верит, и если вы уже показываете хорошие продажи, с высокой вероятностью он вам может снизить немножечко цену, либо вы говорите, например, окей, вы, например, нам не снижаете, и вы пойдете посмотреть другие производители, какую вам цену предложат за такое же качество полотенец. И самое интересное, что мы просто никогда не пытаемся этот статус-кво поменять. То есть мы никогда не ходим по другим фабрикам и не спрашиваем, а какие цены они предложат. Потому что может быть такое, что фабрика пытается выиграть клиента для себя и предложит какие-то более хорошие цены. Но в этом случае не забудьте также составить договор, что эта цена действует, например, в течение, не знаю, года, чтобы у вас на год точно был поставщик, который вам по более хорошей цене этот товар придает. Ну, предположим, я здесь специально не делаю какие-то сверхсильные изменения, например, всего лишь на 5% нам снизили себестоимость. И при этом все остальные данные у нас остались теми же самыми. В этом случае у нас прибыль увеличилась всего лишь где-то на 15 рублей, но это составило целый 1,25% изменения маржи от исходного. И как бы даже вот эти 1,5%, как бы почему бы и нет, если мы можем договориться. Но мы-то с вами делаем не только одно изменение, мы с вами можем сделать изменения по полному спектру. То есть дальше мы идем и договариваемся с теми, с кем работаете по упаковке, и говорите, а давайте тоже на 5% снизим, но вам какая разница, по 19 рублей нам продавать или по 20, зато мы с вами будем работать долго, либо вы идете опять к другому человеку, точнее компании, которая вам будет производить такую же упаковку, но уже за 19 рублей, а не за 20. В этом случае вы уже даже ставите скорее как ультиматум, такое мы будем с вами работать, если мы сможем у вас покупать такую же упаковку, но за 19 рублей. И опять все остальные данные у нас остаются теми же. Давайте я с вами не буду проходиться по каждому пункту, но просто на каждом этапе вы договариваетесь и что-то меняете. Например, вы можете снизить стоимость логистики до клиента, просто отгрузив на другой склад, например, на Казань. И при этом у вас тоже будет хорошее покрытие, но при этом стоимость логистики у вас значительно снизится, больше чем, или нет, около 50%, и вы тогда можете получить изменение маржи максимально хорошее на почти 5%. И если мы просуммируем с вами все вот эти изменения, которые сделаем, которые, кстати, абсолютно небольшие, мы с вами получим суммарное изменение маржи на целых 14%. То есть если в самом начале у вас маржинальность составляла примерно 37%, то здесь она у вас будет уже составлять 51%, и это очень классно, потому что это будет означать, что вы можете больше денег выделить на рекламу, вы можете больше денег выделить на что-то еще, и, собственно, получать больше еще продаж. И это будет хорошо и для вашей фабрики, и для ваших партнеров по упаковке, и для ваших партнеров по фулфилменту и так далее. То есть каждый из ваших партнеров заинтересован в том, чтобы вы получали большее количество продаж. Соответственно, с высокой вероятностью они тоже придут к вам на выручку и немного снизят для вас стоимость продукции или стоимость своих услуг. Таким образом, мы с вами поняли, что мы можем с вами улучшить прибыльность. Но что еще мы можем сделать? Я в самом начале видео говорила о том, что для того, чтобы нам улучшить выручку прибыль, нам нужно увеличить выручку и снизить расходы. По расходам обратите еще внимание, например, на штрафы, потому что часто мы не сильно обращаем внимание на эти 200 рублей штрафов, 250, а, кстати, у некоторых может быть гораздо больше. Мы на них не обращаем внимания, но это все-таки прямо вот эти 200 рублей из нашей чистой прибыли. А мы с вами тоже в одном из видео говорили о том, что чистая прибыль – это даже не те деньги, которые вы можете забрать себе как собственник. Вы забираете какую-то маленькую часть из этого. Также на выручку вы можете повлиять тем, чтобы увеличить средний чек или среднюю стоимость товара. К примеру, раньше он стоил 520 рублей, теперь он стоит 550 рублей. Эти 30 рублей никакой большой роли для конечного клиента не сыграют, но при этом для вас с точки зрения маржинальности это может положительно повлиять. Вы можете увеличить частотность покупок. То есть вы добавляя, например, новинки, либо вы еще что-то можете сделать для того, чтобы увеличить частотность покупок. И это, конечно же, тоже для вас сыграет положительно с точки зрения прибыли. Итак, возвращаемся с вами в презентацию. И всем этим видео я хотела вам дать понять, что на самом деле со статусом хво можно работать. И вы можете, как, например, у нас с вами было видео про time to market, то есть сколько времени займет, например, от момента заказа до того, как вы выставите товар на marketplace, отгрузите товар на marketplace, сколько времени это займет. И вы тоже можете работать с каждым из этих этапов. И вы можете его улучшить, соответственно, лучше использовать ваши остатки и инвестировать более эффективно ваш остаток. Так и здесь вы можете каждый из вот этих показателей немножко улучшить и, соответственно, получить гораздо больший результат с точки зрения прибыли. Друзья, спасибо большое, что оставались со мной в течение всего этого видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайк и оставайтесь со мной в следующих видео. До встречи!